Я просто не понимаю, вы чего добиваетесь? Пока детская эпидемия, диарея не возникнет или еще чего-то хуже? Безопасную площадку повторно дезинфицировать? Ну да, я же, скажем так, ну, то есть у них нет, я у них спросила. Фонтанчик забил опять. Жизнь бьет не только ключом, но и определенными фекалиями. Прямо посредине детской площадки. На нас, папа, тут. На нас. Вот она, воронка, говна. Прямо посредине детской площадки. И вот она, дырочка. Это песец вообще. А вот попахивает, да. Ну, прям конкретная канализация. Такая даже легканализационная. Полна кубышка сюрпризов. У нас произошел разлив канализации коллектора, который был закопан в песке. 200 литров тряпок там забито. На самом дне полметра лежат 200 литров тряпок. Ну что, что, опять бассейн для детей. Уже шестой разлив. Это вообще звездец? Там разлив канализации произошел. Туда лучше не подходить. Есть такой спорт. По администрации ходить. Вы подтверждаете то, что я вам это сказала? Голос не выобщайте, пожалуйста. Нет, да. Угроза жизни и здоровья жильцов. Там все в грибке, в черном лесене. Сейчас опять начнется. Ой, это не мое. Чей это коллектор? Непонятно, откуда он взял. Все приезжают и говорят, это не мое. Значит, на вашем балансе. Нет. Мы его не обслуживаем. Вы открестились, это не мое. Прямо так и говорят, это не мое. На чем балансе находится данный коллектор? Я не знаю. А кто знает? Да не у нас, а у вас. Мы этот поводить на обслуживание. Чья это зона ответственности? Не знаю, это надо разбираться. ДСВЖР, ну, не горло доказано. Они на вас ссылаются. Попахивают медицинскими препаратами. Это именно медицинские отходы какие-то. Учитывая, что они используют атропиносульфат, сильнодействующий яд, по идее должна быть лицензия наоборот психотропных и наркотических веществ. У них нет ни одной лицензии. Площадь заражения песка уже более 60 квадратных метров. За что толку? Оно опять все сплыло. Опять все надо делать. Дезинфицируйте менять песок. Оставили разливы. Вот еще один разлив. Проходит вылив нечистот на детскую площадку. Песочек у вас там чистый. Детская площадка в данный момент безопасна? На ней можно детям гулять? Да, безопасно. А почему она тогда огорожена, если она безопасна? И диарея обеспечена. А может еще что-нибудь похуже? Впервые в России вспышка диареи. Более 10 человек пострадало. Понимаете? А здесь грозит детская диарея. Чтобы дети не разнесли это все по домам. Прошло два дня и полна коробочка опять. А теперь самое главное. Под основным люком находится еще один люк. Три слоя кирпича. Корпус еще одного люка подмывается и ходит под землю. Идет подмыв. Подморозило, расперло и русло изменилось. То есть земля седает в этом месте. В фундаменте и в конструкции забора. То есть вот эта вся зона в зоне риска от провала. Вот вам и детский бассейн. Приехал ДСВЖР, начали копать. Опа, люк. Это не наша зона ответственности. Звоните в ГТС. Ну естественно, это же не их. Не надо говорить, это не мое здание. Это не мое. Вы поймите, это не мое, я вам говорю. Ой, это не мое. Я вам говорю, мы это не обслуживаем. Ой, да, это не мое. А чье это? Откуда я знаю? Все приезжают и говорят, это не мое. Они могут сказать, в этом вполне вероятно, что вообще безхозный колодец. Это значит на вашем балансе? Нет. Нет? Вы ошибочно делаете. Не факт? Нет, абсолютно нет. А это у нас на балансе они находятся. Мы его не обслуживаем. Ой, это не мое. Мы этот колодец обслуживаем. Что у вас там тряпка? Да не у нас. А у вас. Оно ж не просто, что вот дырка и все. И оно сама по себе. Так не бывает. Это б***ь. Зачем всех детей трогаешь? Это там на нас попадут. Чем ты трогаешь? На нас. Мам, а потом какие там? И в коляску садись. А потом скорее домой. Да, капец. Это ужас. Одиннадцатый июня 2023 года, 22 часа 54 минуты, город Сургут, проспект Консомольский, дом 21. Значит, выгул собак запрещен, курить запрещено, ответственный ДСВЖР. А вот канализацию, прям посредине детской площадки. Вот тут у них душ. Нет, вот здесь туалет, а вот здесь душ. И вот она дырочка с двойной подсветкой. Вот они, потеки. Примерно полтора на полтора метра. Вот она отсюда вытекла и туда же утекла. Ну, женщины говорили, что запах был очень сильный. И как раз напротив душевой. Это пиздец вообще. Вот ребенок проходил мимо, да, допустим, упал случайно, руками раз сюда залез, и все. И диарея обеспечена. А может и дизентерия, а может еще что-нибудь похуже. Вот она, прорыв канализации был. Примерно четыре часа назад. Мне только сейчас сообщили. Вышел заснять. Сейчас буду звонить 112 и вызывать аварийные службы. Требовать рекультивации почвы. А вот попахивает, да, есть этот запах канализации тухлой воды. Ну, прям конкретная канализация. Вот наш двор. Такой, вроде, с виду красивый, да, стоянка, все дела. Вот детская площадка, там, не знаю, видно, нет. Прям конкретная детская площадка. Вот оно, это здание. Вот тут вот туалет, кухня и душ. И вот прям рядом с качелями. Вот она, воронка. Говна. Прям посредине детской площадки. Разлив примерно, я посчитал вчера, ночью видел. Примерно шесть метров, короче. Вот эта вся площадь залита канализацией. Вот такая вот. Здравствуйте. Такая даже люк канализационный. Ну да. Ну мы в курсе. Детская площадка относится к придомовой территории 21-го дома. Вот эта? Да. По кадастрому реестру. Я думал, тут канализация проходит, потому что вот здесь вот кухня, туалет и душевая. Вот прям три комнаты. Где? Вот. Тут же дом для престарелых, якобы? Ну, тут хосписы для престарелых. Ну вот. В кавычках хоспис. Получается, что получается, если он отсюда, значит он куда-то и утекать должен. А сеть это там проходит? Женщины вчера в 18.42 засняли первое видео. Говорят, вода сначала поднялась, потом ушла полностью. Если это канализация, это правильно. Что-то забилось. Это возможно такое. Просто почему на детской площадке, на межуковом, не нужно? Непонятно. Да слушайте, пожалуйста. То есть первый раз поднялась и ушла. И потом еще говорят, через полчаса опять поднялась и ушла. Ну подошли запах. Вот мы подошли, сейчас запах поднялся. Конечно запах, и женщины говорили, что запах, и я вчера ощущал. А так нету, понимаете, что нету? Чего нету? А как оно будет через песок? Песок это фильтр. Вы может сейчас вскроете, а там полна кубышка сюрпризов. То есть это вообще может не наша зона, да? Как это не ваша? Потому что колодцы есть, горводоканала, есть наши зоны. Ну поднимайте горводоканал. Ну мы это решим. Мы для этого здесь. Решайте, потому что я вчера куда не звонил, до сих пор никто не приехал. Нам сейчас только передали в работу. Что приедут? Ну аварийка была. Аварийка нам передали. Все, кто к вам приедет? Если мы даже не знаем, чей колодец. Нет, начнем с того, что мы вообще не знали, где это находится. Да как не знали? Я звонил и вам в диспетчерскую, и в полицию, и в МВД, и в МЧС, везде звонил. А сейчас? Как зачем? Вы что не в курсе? А в МВД и МЧС? И это произошло... Санитарный врач главный, который делает оповещение массовое. Не знаю. Потому что эти случаи зафиксированы в больницах. Не знаю, все бездействуют, все безмолвуют. Горводоканал никто не позвонил, а все позвонили. Так а я откуда? Извините меня, я же не видел, что тут люк, я не знал. Так вы понимаете, вы передали в аварийку, аварийка обязана оповестить Горводоканал. Вообще должен быть специальный человек, который в курсе всех коммуникаций. Он должен был поднять коммуникацию в этот день. Это вечер, рабочий день. Какая разница? Да, здрасте. Здрасте. Аварийка есть на этом. Так аварийка на то и аварийка. Аварийка не знает ни день, ни ночь, ни праздник, ничего. Ну согласно, но это не наше ведомство. Аварийка внутриквартальных схем. Как-то нету, а должны быть... А должны быть... Они работают по жилфонду. Нет, я говорю, что единая служба должна быть какая-то, которая в курсе... И ДДС у нас есть в Субботе. Ну так они должны были... Надо туда еще позвонить. Должны были... А я не знаю их телефон. Знаете? Нет. Что знал, туда я позвонил. Ну все решили, не переживали. Сейчас пусть горводоканал хотят. Это мне не стоит. Тут по идее весь участок надо полностью изымать, чтобы дети не разнесли это все по домам. И заново засыпать. А тут, я не знаю, какое-то ограждение ставить, чтобы, не дай бог, опять утечка не произошла. Сейчас решим, решим, не переживайте. Ну как мне не переживать? Они Василину нашли, да, по-моему? Не знаю. Благодарство. Департамент. Здравствуйте, девушка. Мне нужна Наталья Владимировна, начальник департамента городского хозяина. Неправильно. Наталья Владимировна, нет, и я не начальник департамента. Я начальник управления жилищным фондом. Меня зовут Наталья Ивановна. Вот, Наталья. Я Вас слушаю. Вот, надо было сразу так представиться, а не департамент говорить. Да, да, да. Благодарствую, что представились. Наталья Ивановна, у меня вопрос следующий. Являясь жильцом, параллельно журналистом, звоним как журналист от имени жильцов в том числе. У нас произошел разлив канализации как минимум пять раз посередине детской площадки из-под песка, из коллектора, который был закопан в песке. И площадь поражения этими жидкостями из коллектора примерно 15 квадратных метров. Как-то можно провести дезинфекцию, потому что площадка огражена до сих пор, но дети туда прям это постоянно ходят. Ну, не знаю, я так думаю, что, наверное, может. А вы узнавали управляющей компанией, чей коллектор? Они пришли, мне как стало известно, я сразу позвонил во все инстанции, в том числе в аварику Дезежера. Они прислали бригаду, она нас не нашла, потом через час опять позвонил. Пришел какой-то мужчина в тапках на боссу ногу, потоптался в этом песке, сказал, это не мое, трижды это не наша зона ответственности. И куда-то ушел и больше не появлялся. На утро пришли, через 12 часов примерно пришли трое представителей Дезежера, раскопали песок и оказалось, что там канализационный люк. Потом приехал горводоканал, они раскопали его, открыли. Там оказывается все, примерно полметра тряпок набито внизу коллектора. Это примерно 200 литров тряпок там забито. Этот коллектор используется только хосписом, который рядом находится через забор. Пол-медицинское учреждение, которое работает без лицензии. И что это за тряпки, памперсы там, я не знаю, может бинты какие-то, еще что-то, даже не знаю. Сами сотрудники горводоканала сказали, что попахивает медицинскими препаратами. Поэтому мы как жильцы опасаемся, что может быть вспышка какого-нибудь инфекционного заболевания. И у детей, и взрослых, потому что 27 июня была вспышка диареи, судя по информации СМИ, в МВД России по городу Сургут. То есть как минимум 10 полицейских пострадало. Поэтому мы опасаемся за жизнь и здоровье. Ну, там совсем другое было. Вспышка была на территории учебного заведения милиционеров. Так что давайте мы не будем путать одну с другим. Я про ту вспышку знаю. Так, хорошо. То есть коллектор, коллектор. Сейчас я выясню, скажем так, коллектор. К чей это коллектор? Вы мне, пожалуйста, только адрес скажите. Так, проспект Комсомольский, дом 21. 21. Да, и во дворе, потому что аварийная бригада нам претензии предъявляла, потому что мы ей не сообщили точное местоположение. Они вокруг дома ходили, не смогли найти детскую площадку. Все, я вас услышала. Сейчас буду выяснять. Вы мне подскажите, пожалуйста, ну, надо срочно какую-то дезинфекцию заказать. Ну, хоть что-то сделать с этим песком, потому что дети там... Ну, во-первых, нужно выяснить, чей это коллектор. Сказать, например, управляющей компании, чтобы она это продезинфицировала, я это не могу. Можете вы, жители, потому что у вас есть договор с управляющей организацией. Ну, то есть мы с вами взрослые люди и юридически грамотные. То есть мы работаем в соответствии с договором. Поэтому мне нужно выяснить, чей это коллектор. Если это коллектор горводоканала, ну, вообще, вообще, я вам рекомендую обратиться непосредственно в управляющую компанию. Ни в РЭУ, ни в ЖЭУ, ни там, ни в диспетчерскую. Найдите, пожалуйста, электронную почту вашу ДСВЖР и напрямую направьте им обращение электронное и опишите все, что у вас сейчас случилось. Почему? Потому что у нас в соответствии с законодательством управляющая компания перед собственностью, перед собственниками несет ответственность в соответствии с договором управления, который вы заключили с ней на содержание вашего общего имущества. Детская площадка и территория детской площадки – это общее имущество. И в принципе, в принципе, они должны выяснить, чей коллектор, с чем это связано, кто и необходимый. И они должны производить дезинфекцию, а потом выставлять счета, либо это горводоканалу, либо этому хоспису и так далее. То есть, вот вы позвонили мне, сейчас я все выясню, кто чего, но обращение, пожалуйста, напишите в управляющую компанию. Потому что, скажем так, у меня на сегодняшний момент, я не знаю, есть договор с управляющей компанией, нет у нас договора с управляющей компанией. Имеем мы право ей что-то выставлять или не имеем. А у вас, как вы собственник, и у вас есть договор управления СУК, только, пожалуйста, не надо обращаться ни в ЖЭУ, ни в РЭУ. Нужно обратиться непосредственно в управляющую компанию, к директору Алексею Александровичу Русин. Ну, я в курсе. То есть, вот так. А сейчас я позвоню и выясню, в чем дело и какие меры принимаются. Я вам хочу сообщить детали. Значит, коллектор находится на территории участка, на котором расположен наш дом. То есть, это однозначно зона ответственности, придомовая территория и зона ответственности ООО УК ДСЖР. Здесь вопрос к другому. У них еще зона ответственности разграничена по сетям. То есть, у них могут быть, это может быть коллектор, как хосписа непосредственно, так вашего дома, а может быть горводоканала, понимаете? Тут еще инженерные сети. А вот то, что детская площадка и дезинфекцию, это должны делать управляющие компании. Работу выставляют они тем, кто это сделал. Вот про это и речь. Коллектор-то почистили, он уже, ну, как бы функционирует, приезжал горводоканал. ДСЖР так и сказал, это типа зона ответственности горводоканала, поэтому они приехали и почистили. Вопрос не в коллекторе, вопрос именно в песке, который площадь 15 квадратных метров, и она сейчас, ну, предположительно заражена вот этими всякими бактериями. Я поняла вас, да, сейчас я все выясню. Вот. А через забор находится ООО, заботливое сердце, директор Денис... Так, Мельник Денис Анатольевич. А фамилию не знаете? Мельник. Мельник. Угу. Все. Может, еще и телефон знаете? Ээээ... Телефон-то знаю, но сообщать не имею права. Все, я поняла вас. Сейчас я все выясню. Перезвоните мне, пожалуйста, ну, там, через час, через полтора. Добро, благодарствую. До свидания. До свидания. Департамент. Здравствуйте, это Антон, вы просили перезвонить. По... Комсомольскому 21. Да. Так, я выехала на место, посмотрела, управляющая компания провела уже все работы. Песочек у вас там чистый. Сказала, что еще повторно сделать дезинфекцию. Они должны все еще раз сделать. И на сегодняшний момент мы будем решать вопрос с этим колодцем, потому что непонятно, откуда он взялся. Я в инженерный отдел сообщила, руководителю сообщила, все. Этому колодцу минимум 36 лет. И все прекрасно знали, что он там есть. Ну, я не знаю, знали и не знали, я не работаю в отделе инженерного обеспечения, поэтому я вам не могу в этом прокомментировать. Я говорю, как есть. Ну, а с хосписом что будете делать? Ничего не будем делать. Ну, дело в том, что в прошлом году уже было и вам, и везде сообщено, что они работают без лицензии. У них нет ни одной лицензии, в том числе на наркосодержащие психотропные препараты. Хотя они их... Ну... Подождите, дослушайте, пожалуйста. Я вам... Зачастливо, что у них внутри здания присутствует астропиносульфат. И... То есть хранится ненадлежащим образом, без лицензии. И плюс они выливают... Получается, по их вине происходит вылив нечистот на детскую площадку. Я просто не понимаю, вы чего добиваетесь? Пока детская эпидемия диареи не возникнет или еще чего-то хуже? Я понимаю ваше негодование, если честно, но каждый у нас занимается своим делом. Я такими вопросами, вот как вы мне сейчас задаете, то есть по проверке и так далее, я не могу вам прокомментировать и не знаю даже. Единственное, я могу вас направить, у нас есть отдел в департаменте имущественных и земельных отношений. Чунарева Екатерина Васильевна, 52-83-58. Вы можете с ней переговорить. Они заключают договор, они прописывают там все моменты, поэтому, возможно, они могут проверять, возможно, еще что-то могут. Я это не знаю. Нина Ивановна, я бы на вашем месте доложил бы вышестоящему руководству и снял бы... Я все доложила. ...и снял бы себе ответственность, потому что мы собираемся... Я так и сделала, поверьте мне. Я своему руководителю все доложила. Дослушайте, пожалуйста. В письменном виде вы это сделали, и мы с жильцами собираемся устроить пресс-конференцию и озвучить все эти факты. И пригласите в том числе и вас, и все надзорные органы, которые проигнорировали все нарушения, и средства массовой информации. Ну, меня не знаю... Я маленький человек, поэтому, когда придет ваше обращение, скажем так, руководитель сам решит, сам он пойдет, либо кого-то пошлет компетентного в этом вопросе. Ну, если начальник департамента маленький человек, тогда кто-то... Я не начальник департамента. У нас директор департамента Киселев Кирилл Сергеевич. А у вас как должность? Я исполняю обязанность начальника отдела управления жилищным фондом. Начальник отдела маленький человек? Управлений. Подождите, то есть каждый занимается, я вам еще раз говорю, своим делом. До руководителя я все донесла. Ну, я вам скажу... Моя задача была выяснить, выполнила ли управляющая компания работы по дезинфекции и занятию. Я выехала лично, все посмотрела. Мы встретились с Черниковым. Был подрядчик, то есть они мне все показали, я все увидела. То есть вы хотите... Обязательно на детской площадке сейчас безопасно. Мы договорились с Черниковым, что раз поступил от вас звонок, чтобы они еще раз провели дезинфекцию. Повторную. Хотя, в принципе, там видно на траве, что они проливали дезинфицирующим средством. Я говорю, ну, еще раз. Сделать в присутствии там собственников, подписать акт собственниками. Ну, почему меня не пригласили? В смысле вас не пригласили? Ну, во-первых, я ваш телефон не знаю. Во-вторых, ну, скажем так, вы можете обратиться в Черников, Андрей Александрович, заместитель, директор управляющей компании. Я не услышал ответ. Детская площадка в данный момент безопасна? На ней можно детям гулять? Да, безопасно. А почему она тогда огорожена, если она безопасна? Она не огорожена. Она там лентой, скажем так, натянута, но они еще раз же будут проливать. То есть, чтобы дети туда не заходили. А зачем будут проливать, если детская площадка... Повторно. Я попросила повторно сделать. Скажем так, еще раз. Безопасную площадку повторно дезинфицировать? Ну, да. Я же, скажем так, ну, то есть, у них нет. Я у них спросила, у вас есть акт, где вы проводили дезинфицировать? Он говорит, нет. Я говорю, почему вы никого не позвали из собственников? То есть, повторно прольют и акт отпишут собственника. А замену песка вообще не рассматриваете? Они замену части, замены песка не сделали. Я не видел, чтобы они этого делали. Ну, скажем так, я тоже не могу ответить, но песок чистый, я там была. А у вас есть какие-то документы, экспертизы, доказывающие, что... Нет, я не провожу ни экспертизу, я в этом плане, извините, но у меня нет таких полномочий. Ну, а как вы определили, что площадка безопасна? В смысле, как я определила? Я приехала туда, посмотрела, песок чистый. Спросила, делали ли дезинфекцию? Сказали, да, делали. Часть песка заменили, потому что, если бы его не заменили, он бы... Ну, там и запах бы шел, и все на свете. То есть, я сказала, покажите акт. Акта нет. Я говорю, значит, делать еще раз дезинфекцию. Вы какие-нибудь анализы проводили, там, вот этих тряпок? Вот нет, нет, нет. Я, еще раз говорю, я в этом деле не уполномочен. Обратитесь, пожалуйста, это работа управляющей компанией. Я к ним обращался, до сих пор никто не перезвонил и не приехал. Ну, извините, я не работаю в управляющей, это хозяйственная организация, юридическое лицо, которое, в принципе, департаменту городского хозяйства не подчиняется. Ну, а канализационный люк думаете как-то огорожать от детей? Вопрос не ко мне, вопрос, скажем так, к руководству департамента городского хозяйства. Данный вопрос я им задала. Мне все ясно. Благодарство. Всего доброго. Ну вот, прошло буквально два дня, и полна коробочка опять. Сейчас опять начнется, ой, это не мое, это тоже не мое. Сейчас буду заводить в ГТС. Фонтанчик забил опять. Жизнь бьет не только ключом, но и определенными фекалиями. Прямо посредине детской площадки. Просто уже смешно от ситуации. Как они все отнекивались, что все нормально, все безопасили, все, вопрос решаем. Сказали, песок заменили, а что толку? И продезинфицировали два раза. А что толку? Оно опять все всплыло. Опять все надо делать. Дезинфицируйте меня песок. И опять аварийную службу вызывать. Я же говорил об этом, что там как минимум 200 литров тряпок на самом дне лежит. Глубина этого колодца 4 метра. На самом дне полметра лежат 200 литров тряпок. Естественно, если туда, там поток воды хороший. Естественно, эти тряпки затянуло опять в трубу. И опять она засорилась. Вот и все. А что тут? Я не понимаю. А что еще остается? Плакать что ли? Ну что, опять бассейн для детей. Ну, только горки нет. Горки нет и трамплина. А так, пожалуйста, ныряй. Открывай, посмотрим. Тряпки-то нет. Ну вот, опять. А то оно это самое. Опять такая, да? Да, да, да. Уже шестой разлив. Что у вас там тряпка? Да не у нас, а у вас. Это в вашей зоне ответственности. У нас вакамление идет. Мы этот колодец надслуживаем. Разве? А почему вы его открыли и работаете там? Не нужно, вообще сейчас закрыть и ехать. А кому звонить тогда? Чья эта зона ответственности? Не знаю, это надо разбираться по зоне разграничения. А кто у вас старший? Значит, смотрите, этот колодец находится вот до забора. Это участок земли, на которой находится дом. То есть это придомовая территория. Это еще не показатель. Вот, смотрите. Видите? Табличка. Ответственный ДСВЖР. То есть это зона ответственности. Это значит ДСВЖР. Не горводок. А они на вас ссылаются? Ну, они могут на кого угодно ссылаться. Они должны по балансовой зоне разграничения это все. Я уже и в департамент, в администрацию звонил. Это нам руководство приехало, сказало, ребята, держайте, помогайте вам. Это уже в порядке шефской помощи просто-напросто. А так, есть зона разграничения, есть балансовая принадлежность и уже по балансовой принадлежности. Вообще, чей этот колодец? Кому он относится? Я не знаю. Ну, вот, видите? Вы не знаете. Все приезжают и говорят, это не мое. Они могут сказать, в этом вполне вероятно, что вообще бескозный колодец. Я и от вас уже слышу, что это тоже не ваш. У нас вот идет по 21-му дому, по внутри. Вот куда он врезается, вот туда. Этот наш колодец. А этот у нас на балансе он не находится. Мы его не обслуживаем. Поэтому, он если с вашего, у вас на балансе он где-то, вот. Он у вас, если ваше здание, этот колодец ничейный, он просто... Я простой житель, я этого не знаю. Вот, это ж надо разбираться. Ну так разбирайтесь, вызывайте там... Я ж объясняю. Директора ДСВЖР, это не знаешь. Мы должны. На уровне руководства разбираться. У нас вот руководство, наши сети. Мы вообще не имеем права даже физически к ним относиться, понимаете? Это должен быть наряд. Ну, я делаю вывод, если вы делаете какие-то работы, это значит на вашем балансе. Нет. Вы ошибочно делаете. Не факт? Нет, абсолютно нет. У нас бывает, что мы на чужих работаем, но у нас обращается в какая-нибудь организация, пишет заявление, что так и так. Мы едем уже тогда им в порядке обращения. Но это все есть определенные, так сказать, процедуры. Сейчас просто-напросто, что руководство попросило приехать помочь. Что помогает, что это все это самое. Вот приезжаем, помогаем. Это что за здание? Это? Автономная некоммерческая организация «Заботливое сердце». Якобы приют для престарелых. Ну вот, значит, видать было обращение в это самое, так как разлив. И тогда мы уже приехали в это самое, помогали. Не они вызывали, мы жильцы. Мы жильцы вызывали. Ну, конечно, мамаша гуляет, тут лужа какая-то воняет фекалиями. Вот. Приехал ДСВЖР, начали копать, опа, люк. Это не наша зона ответственности, звоните в ГТС. Ну, естественно, это же не ихняя. Они просто посмотрели, что это сами. А это надо разбираться, баланс. Если это ДС, тогда ДС должен обратиться в Городокминал. В Городокминал встречаются два представителя. Они смотрят по балансовой, к чьей этот колодец. Они говорят, это не наш, это не наш. Тогда уже обращаются в администрацию. А у них это все сети, они должны уже разбираться. В прошлый раз примерно 30 литров тряпок достали. Ну, естественно, если колодец никогда не чистился, никогда не... Это же обслуживать и надо. Сети все. Оно же не просто, что вот дырка и все. И оно само по себе. Так не бывает. То владелец этого, он должен... Естественно, у него применение есть, так как на нем, на его балансе. Он должен его... Если это ничейный, значит, город принимает на баланс. Конечно. Это не просто так. Ну, жалко, что уже вечером я бы так в администрацию позвонил и задал бы вопрос конкретный. На чьем баланс? Это в понедельник уже. Приехали из Городоканала, опять тряпки достают. Полный колодец воды. Естественно, если там тряпок куча, куда же... А по строительным нормам, бытовая канализация, она не предназначена. Вот эти тряпки, это вообще нарушение. И из дома они должны не скидывать ничего. Это не... Это самое. Предполагается, что это не утилизация. Это предназначено для сточных плодов. Поэтому это вообще нарушение. За акт Городоканал в офисе есть. Я обращался в Городоканал за комментариями, как журналист. Я позвонил, они сказали, перезвонят. И уже три дня прошло, до сих пор не звонят. Ну, это уже... Можете еще раз перезвонить. Ну, значит, скорее всего, подморозило, расперло. И русло изменилось. Мне администрация заверила, что дезинфекция, вот, участка примерно 15 квадратных метров, была произведена дважды. Сейчас они, сейчас, третий раз еще будут приезжать. Ну, раз, это самое, закидано все, как же оно будет? И тут такое ощущение, что вот такая вот. Труба забитая. Загнутая, да? Вот у нас на балансе, который у нас производится там. А это чей колодец? Неживание, оно кому принадлежит? На нашей придомовой территории находится. Вот табличка Дезу Жера, ответственный за площадку. У вас же, понимаете, это же не наше руководство. Это должно руководство Деза чесаться и разбираться. Так как на ее территории это все. У нас вот, балансовая принадлежность тех колодцев. Нам, что он есть, что он нету, по лампочкам, мы его не обслушим. Это, на чем предприятие вот это самое? Ну, вот, слушай. Ну, что он сказал, Дез ВЖ. Ну, вот, знаешь, Дез ВЖ. Дез ВЖ. Нет, надо всех собрать, ничего. Не все, пусто не разбираться. Ну, надо забывать нашего мастера. Я согласен, да, должна быть собрана комиссия, потому что это вообще звездец. Просто, понимаете, две недели назад, 27 июня, да, была вспышка диареи в МВД России по городу Сургут. Впервые в России. Минимум 10 человек пострадало. Понимаете? А здесь грозит детская диарея вообще. Ну, я вас объясняю. Для того, чтобы не было разливов и не было инфекционных заболеваний, это надо выяснять, чей колодец, из того, что организация, или это самое, которая находится в чьем ведме, на чем балансе. Только обратно. Здесь примерно 4 метра, там еще глубже, где-то 5 метров. Да, там по воде. Они ходили вон в тот колодец. Смотрели, смотрели, говорят, отсюда вообще никакая труба туда не идет. Посли туда. Никуда не может не уходить. В том колодце заходят только 2 трубы. Со стороны подъезда и со стороны вот отсюда. Вот так. Все. А здесь, говорят, выход только отсюда, и вы... Вход оттуда, а выход туда. Я же вам рассказал, что он в прошлый раз сделал. Вилкой вытащил 30 килограмм. Вы только 2 килограмма вытащили. Вот, пошло, пошло. Вот, вот и все. Ну, Бешкиков, ты предподошел бы раньше. Аура. А нет, это... Это Аура называется. Там еще и лестница, за это надо мешать. А, вот, блин. Лестница? Ну, да. Вот, и что не можем попасть в лестницу? Пускай тут едет. Начальство ждет результатов. А где они... Как снег читались? У них все-таки высел. А, вот, по-силюх. А, вот, по-силюх. Сейчас, снивни. У них повышенность нет сразу. Сразу. Пусти ее, пока. Нормально. Сразу туда и в машину никуда не вложить. Бери в руки и пришел туда и... А, почему-то вообще. Потом, вот, это все-таки разговариваю. Ну, да, вон одна труба сюда идет. Одна к нам. Вот и лестница стояла, видно, на лестнице тряпки мотает. А уровень воды сейчас какой, примерно? Два-три метра. Сейчас, ну, полметра, наверное, будет. Вон уже дно видно. На этом грязь. Ну, вот она опять туда это все и затягивает. Теперь он точно не станет. Потому что лестница собирала тряпки, собирает вот так ее. Да дело не в лестнице, он сказал, вот эта грязь, вот эти тряпки, вот я их вижу, эти тряпки, он сказал, их вот столько еще, то есть 200 литров как минимум. Их пока не вычестишь, они так и будут забиваться. Они же гниют, булькают, вы же сами видели. Подожди, подожди, кто-то пришел, промыл их. Там лестница, вот она лестница и держала, сейчас не будет. Она мотает тряпки в лестницу и забивает потихонечку. Благодарствую. Там разлив канализации произошел, туда лучше не подходить. Ну да, вот я им показываю, видишь, вот, янка. Давай не будем, можно здесь, можно вот здесь вот поиграть. Пойдемте на ту площадку. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. По поводу. Угроза жизни и здоровья жильцов. Я понимаю, у меня поездное совещание, терпит до 10 лет. Директор занят, направили к вам. Выходи. Так, вы Вячеслав Борисович, да? Все рядом. Адушкин. У нас ситуация во дворе, проспект Комсомольский, дом 21. По центру детской площадки уже шесть раз был разлив канализации. В этой, там стоит колодец, он наполнил, то есть переполняется водой. Когда дважды приезжала бригада горводоканала, они оттуда вытащили примерно 35 литров тряпок. Сказали, что сток в этот колодец происходит именно с здания, которое находится в двух метрах от этого колодца. Это одноэтажное здание, бывшая станция юных техников. Там сейчас находится оно, заботливое сердце. Полумедицинское учреждение, где происходит уход за пожилыми жителями на платной основе, я так понял, в том числе и по вашей программе. Какой по нашим программам? Мне сказали, что можно в частном порядке заключить договор и оплатить услуги, а можно через соцразвитие. Что за программа? Не очень понимаю. Уход за пожилыми людьми. У нас нет такой программы в департаменте. Не важно, это не столь важный фактор. В общем, действуют они без лицензии. У них до сих пор нет лицензии. В том числе они используют препарат атропиносульфат. Это сильно действующий яд. Без лицензии. По идее, должна быть лицензия наоборот психотропных и наркотических веществ. В этот коллектор, я предполагаю, что они скидывают вот эти все тряпки, возможно, какие-то медицинские отходы. И это все разливается на детскую площадку. Площадь заражения песка уже более 60 квадратных метров. Это происходит 7 июля 2023 года. Меня интересует вопрос, на чьем балансе находится данный коллектор. Потому что Горводоканал открестился, сказали, это не их. Якобы управляющая компания, висит табличка, что они ответственны за эту детскую площадку. Они тоже открестились от этого коллектора. Что хотел, добавить? Нет, не так быстро. Дальше, кто еще? Звонил в администрацию, они понятия тоже не имеют, на чьем балансе это находится. Меня интересует, кто ответственный за этот коллектор. Когда его почистят, когда вообще этот коллектор удалят или оградят, я не знаю, от детей. И жильцы вообще требуют, чтобы была произведена замена песка полностью. Потому что площадь пораженного участка, напомню, 60-60 квадратных метров. Соргут сервис у вас там поначалу? ДСВЖР. Плюс на территории вот этого ОНО «Заботливое сердце» находится почти, можно сказать, стройка, много мусора. По этому зданию мы в прошлом году, жильцы, собрали 118 подписей и требовали вообще его снести, так как там внутри очень высокая влажность. Предположительно, там все в грибке, в черном плесени. И данное здание вообще, в принципе, не предназначено для размещения и нахождения там людей. Ну, давайте сделаем так. Вижу, проблема у вас комплексная, так что решать комплексно ее нам нужно. Вы в администрацию обращение направляли? Делали? Обращались? Письменно, ядыш. Обратитесь письменно. Сейчас у меня оставьте свои контактные данные. Мы поработаем пока с коллектором, но это зона ответственности Департамента городского хозяйства. А препараты, земельный участок и предоставление услуг без лицензии, это, к сожалению, не мой контракт. Поэтому давайте ваши контактные данные и письменно у нас есть на сайте форма, чтобы можно не ходить. Заполняйте форму, на главу пишите, описывайте всю проблему, чтобы всем Департаментам, кто за что отвечает, в работу отправлены. А мы пока начнем предварительно разбираться с вашей, ну, с детской площадкой, с песком и именно с коллектором. Я хочу добавить еще одно предложение небольшое. Значит, учитывая, что 27 июня 2023 года, то есть примерно две недели назад, в МВД России по городу Сургут впервые в истории России произошла вспышка диареи. Пострадало более 10 человек. И в администрации города Сургут это подтвердили, это информация. Здесь есть угроза жизни и здоровью не только жителей города Сургут, но и в том числе несовершеннолетних детей. Принимается. Поэтому вам надо очень быстро готовить обращение, чтобы с сегодняшнего дня все службы необходимые взяли это в работу. Я еще 11 числа оповестил всех, кого мог, то есть Роспотребнадзор, МЧС, МВД, то есть ДСВЖР. Все открестились, это не мое, это не наша зона ответственности. Администрацию напишите, мы найдем сейчас зона ответственности, понимаете? Ну я не могу, Приводнадзор это федеральные органы, а ВЖР это такая же частная компания, я ей могу рекомендовать, я могу с ней вести диалог, но указывать ей, чтобы она заменила песок на основании. Пока у меня нет, поэтому я говорю, проблему взяли в работу, давайте ваши контактные данные, а сами оформляйте обращение и закидывайте в администрацию. Информационное агентство, Русское информационное агентство, заместитель главного редактора Антон Николаевич Булгаков. А кто даст заключение, куда все это сводится, медицинские отходы, яния? По идее, вот эти тряпки, мы предполагаем, что это именно медицинские отходы какие-то, и они должны утилизироваться определенным способом. Учитывая, что они используют атропиносульфат, сильнодействующий яд, мы опасаемся за жизнь и здоровье. Я понял, нет, контактный телефон, дайте мне вашу короткий, 66, 77, 44. Я здесь не только как журналист, но и как жилец дома, и представляю интересы жильцов. Я услышал вас, я сказал, мы берем в работу, сейчас я запишу вам телефон. По моим расчетам, вот-вот должен произойти седьмой разлив, учитывая, что там на дне, как минимум полметра тряпок этих. Все, ждем от вас обращения, начинаем выяснять, чей этот коллектор. Добро, я сейчас направлю официальный запрос от имени СМИ информации и сообщу все детали. Да, хорошо. Благодарствую. Пока нет. Ну, то, что приняли, ввиду своей занятости. Благодарствую, до свидания. Вячеслав Борисович, я могу прислать видео короткое на 10 минут, своими глазами увидеть ситуацию. Ну, со специалистами вообще нет. Здравствуйте. Наталья Ивановна, да? Да. Мы с вами разговариваем? Да. Я не знаю о чем, но, наверное, да. Значит, не знаете. Напомню, проспект Комсомольский, дом 21, разлив канализации. С вами разговариваем. Да, я с вами разговариваю. Благодарствую, что подтвердили, что в МВД России по городу Сургут произошла вспышка диареи. При том, что канализация уже шестой разливается по детской площадке. Почему шестой раз? Шестой. Позавчера был шестой раз. Это как минимум. Это то, что мне известно. Угу. Ну, что? И я хочу знать вашу фамилию. Я не знаю. Моя фамилия Сарафина с Натальей Ивановной. Сарафина. Сарафина с Натальей Ивановной. Я не ответственная за водоотведение в нашем городе. Я бы хотел узнать, на чем балансе находится данный коллег. Я не знаю. А кто знает? Подскажите, пожалуйста. Наверное, у нас есть отдел к инженерному обеспечению. Подойдите к ним. Номер кабинета? Есть такой спорт в администрации входить? 52-44. А персчет второй? Да, конечно. На старых ставить. Так. Далее вы не входите. Так, вам видео... Вы же, да, занимаетесь этой ситуацией? Как анализоваться? Вячеслав Борисович, не вам? Из чего вы взяли, что я занимаюсь... Ну, потому что я Вячеслава Борисовича спросил, говорю, я могу вам предоставить видео, короткое, на 10 минут. Он сказал, показал сюда и сказал, обратитесь к специалисту. Я вам по телефону все сказала, правильно? Ну, в данный момент вот мы... Я связалась с управляющей компанией. Я туда выехала. И, в принципе, я увидела, что дезинфекция и песок... Дезинфекцию сделали, песок поменяли. Вот то, что касается колодца, я вам сказала. Я не ответственная за водоотведение. Руководителей своих я поставила в известность. Ну, я вам хочу... Ну, я вам правильно сказала? Я вам хочу сказать. Вы подтверждаете то, что я вам это сказала? Голос не повышайте, пожалуйста. Нет. Понимаете, у меня рабочий день начался. И я вам все объяснила по телефону. Слушайте, меня к вам ваш начальник отправил. Какой начальник? Вячеслав Борисович. А, ну все, я вам еще раз говорю о том, что я... А я вам хочу сообщить, что после вашего выезда, после вашей двойной дезинфекции, да, якобы ДСВЖРов, в 7 часов вечера произошел шестой разлив. И площадь загрязнения увеличилась с 15 до 60 метров квадратных. Сейчас выяснили. И по моим расчетам, вчера в 11 вечера должен был произойти седьмой разлив. Но он еще не произошел. Но вот-вот на подходе. Потому что на дне коллектора 200 литров тряпок до сих пор находится. Вопросы мои еще раз говорю. Ну, меня... Я вам еще раз говорю. Кому можно направить, отправить видео, Нет, это видео, я про видео. Вопрос в том, что видео вы можете направить на электронную почту Департамента городского хозяйства. То есть вам не интересно? Вы знаете, у нас работает очень много служащих в Департаменте городского хозяйства. Каждый занимается своим делом. Ну, меня направили... Вячеслав Борисович направил именно в этот кабинет. Ну, и что? Что он вас направил? То есть вам это не интересно? Вы хотите направить видео. Я вам еще раз говорю. Вы направьте, пожалуйста, руководителю департамента. Департамента городского хозяйства. И руководитель департамента городского хозяйства будет решать, кто данной проблемой будет заниматься. Все ясно. А кому хотите стать? Да, разберемся. Пойдем. Тут просто как-то... Я называла кабинет начальника. Некультурные себя ведут, голос повышает. Блин. Благодарствую. Благодарствую. Хорошего вам дня. Еще? Я могу лопать? Да, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Да, и вам всегда. До свидания. А теперь самое главное. Пока мы ездили в администрацию, вчера 17 числа с утра приехала некая машина, я так предполагаю, для откачки, для промывки канализации. Почему-то они заехали со стороны первого подъезда. Естественно, наследили. Вот такие размывы остались. И на самой площадке, то есть вот это все, было перетоптано, как будто тут человек 20, может даже 30 топталось. Как будто трактор проехал. Следы технические, то есть явно не детские. Какая-то спецобувь. Люк немножко подкопали. Все тут оттоптали. Видно, что открывали люк. Вот от крышки след. Люк, кстати, не пронумерован, не маркирован. Видать, настолько прогнил, настолько проржавел, что ничего прочесть невозможно. Хотя, по идее, должна быть маркировка. Буквы должны быть написаны, по которым сразу ясно, что за люк. Оставили разливы. Канализация, видать, опять какие-то тряпки вытаскивали. Прям черная вода такая. На самой площадке вот следы такие. Трассеры. И опять же, все как будто перекопано следами. Вот еще один разлив. Тоже темного цвета. Нарисовал небольшую схему. Значит, это забор. Это само здание. С фундаментом. До детских качелей 2 метра. Пока монтировал видео, обратил внимание, что под основным люком находится еще один люк. Вот смотрите, вот это корпус внешнего люка. Потом идут раз, два, три. Три слоя кирпича. И потом идет корпус еще одного люка. Вот они. Раз, два, три, четыре. Отверстия такие же, как и сверху под люк. И стопоры тоже. Вот раз, два, три, четыре. Это для крышки, которая без внешних стопоров. Чтобы внутрь люк не провалился. То есть, это, я предполагаю, старый советский люк внизу находится. На глубине примерно 70 сантиметров. И вот по схеме видно, что идет внешний люк, потом кирпичная кладка, потом нижний люк. То есть, я предполагаю, что данный колодец подмывается и уходит под землю. И чтобы это не было заметно, наложили кирпичей и поставили новый люк. На глубине 4 метров они заметили лестницу и вытащили ее. Высота лестницы 2 метра. Убираем ее в сторону. И, судя по видео, лестница, на видео хорошо видно, что лестница на половину была за это. До половины лестницы висели тряпки. То есть, делаем вывод, что там не полметра тряпок, а целый метр. Метр умножаем на диаметр, примерно 7 сантиметров. Получается, как минимум, 400 литров тряпок. Более того, сами работники Горводоканала сказали, что колодец имеет изогнутую форму. То есть, буква Г или ход конем в шахматах. Вот такая вот. То есть, как-то он изогнут. То есть, я предполагаю, что он именно идет подмыв коллектора. Тогда объем тряпок, естественно, увеличивается. Ну, я думаю, что они уже все выкачали, все эти тряпки. Ну, не знаю, надо смотреть. В общем, провал на 70 сантиметров подмыв. Неизвестно на сколько. А еще я сходил, посмотрел, есть ли провалы в фундаменте и в конструкции забора. И, как оказалось, есть. Вот именно в том районе, где находится люк. В метре от люка проходит забор. И вот именно в этом месте идет провал забора. То есть, земля оседает в этом месте. Более того, за забором в двух метрах здание с фундаментом. И даже оно проседает. Единственное отклонение именно вот в районе седьмого окна, где и находится люк. Загиб колодца идет именно в сторону слива. То есть, в сторону нашего подъезда. Многоквартирного дома. Проспект Комсомольский, 21. Соответственно, вот эта вся зона, а вот тут уже стоянка автомобилей. Вот здесь автомобили стоят, здесь тоже. То есть, вот эта вся зона, даже вот эта вся, она в зоне риска провала. А учитывая глубину, то есть, и само здание, даже если вот взять под 45 градусов, то есть, и само здание, и сама детская площадка вместе с детскими качелями и детскими конструкциями находятся в зоне провала и обвала, и подмыва. Вот вам и детский бассейн. А еще учитывая, что возможно этот колодец переполнялся зимой, ну, предположим, наполовину, да, то наверняка он подмораживался, и вот эти стенки тоже в нестабильном состоянии, за счет того, что лед при замерзании расширяется. Ну и как видим, вот он люк, а две девочки заинтересовались, пошли на качели кататься. Рядом с люком, до люка 2 метра. Подходили к люку, тоже интересовались, что там такое. Детская площадка в данный момент безопасна? На ней можно детям гулять? Да, безопасно. А почему она тогда огорожена, если она безопасна?